Добрый вечер, это программа Пульс Дня в студии Артём Андросов. Здесь мы обсуждаем новости и их последствия. Соединенные Штаты консультируются с ближайшими союзниками о возможности введения санкций в отношении Китая, если Пекин окажет военную поддержку Москве в ее агрессии против Украины. Об этом сообщили четыре сотрудника администрации Джо Байдена. В ходе консультаций, которые все еще являются предварительными, Соединенные Штаты хотят заручиться поддержкой ряда стран, особенно входящих в состав Большой Семерки, для координации поддержки любых возможных ограничительных мер. Пока не ясно, какие конкретно санкционные меры в отношении Китая предложат ввести Вашингтон. Информация о подобных разговорах ранее не разглашалась. Белый дом и Министерство финансов отказались от комментариев. В последние недели Вашингтон и его союзники заявляли, что Китай рассматривает возможность поставки вооружений в Россию. Публичных доказательств тому пока не представлено. В Китае эти утверждения отрицают. Соединенные Штаты также прямо предостерегали Китай от подобных действий, в том числе на переговорах между президентом Джо Байденом и председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, а также во время встречи госсекретаря Энтони Блинкина с высокопоставленным китайским дипломатом Ван И в кулуарах конференции по глобальной безопасности в Мюнхене. Ожидается, что роль Китая в российско-украинской войне станет одной из тем встречи Байдена с канцлером Германии Олафом Шольцем в Белом доме. Перед этим в Нью-Дели войну обсудят министры иностранных дел разных стран, включая Россию, Китай и Соединенные Штаты. Продолжение следует... Президент Джо Байден заявил, что бюджетное предложение, которое будет направлено в Конгресс 9 марта, будет включать в себя повышение некоторых налогов, которые в том числе коснется миллиардеров. Президент пообещал не нарушать свое обещание о недопущении повышения налоговых ставок для американцев, зарабатывающих менее 400 тысяч долларов в год. Под давлением республиканцев, которые угрожают не повысить лимит госдолга в случае, если администрация не согласится на резкое сокращение расходов, Байден пообещал уменьшить дефицит на 2 триллиона долларов в течение 10 лет в предстоящем бюджетном предложении. Он призвал республиканцев опубликовать свои собственные предложения и обсудить эти планы, а не вопрос о том, должна ли страна поднять потолок госдолга и оплатить существующие счета, сославшись на возможный ущерб экономике от беспрецедентного дефолта, который может произойти, если лимит не будет поднят. Хотя законодатели-республиканцы еще не полностью определились со своими планами расходов на предстоящий финансовый год и не проголосовали за них, Белый дом, тем не менее, ухватился за некоторые прошлые заявления и предложения членов Конгресса как свидетельство того, что они хотят сократить федеральные программы медицинского страхования пожилых американцев и пенсионных выплат. Байден пообещал усилить поддержку этих и других федеральных программ. 9 марта я подробно изложу каждый налог, который я предлагаю, и никто, зарабатывающий меньше 400 тысяч долларов в год, не будет платить налогов ни на пенни больше. Но давайте подождем 9 марта все, и тогда мы выложим на стол все карты. Я пригласил республиканцев, они должны сделать то же самое, выложить свои предложения на стол, и мы сможем сесть и все это обсудить. Только 40% взрослых американцев одобряют то, как президент Джо Байден выстраивает отношения с Китаем, свидетельствуют результаты нового опроса. Он также показал, что большинство американцев обеспокоены влиянием Пекина, в то время как повестка Дня Белого дома все больше определяется глобальным соперничеством. Опрос Центра исследований публичной политики Associated Press показал, что примерно 6 из 10 опрошенных серьезно обеспокоены по поводу Китая, который является второй по величине экономикой мира. Доля опрошенных, которые испытывают такую же настороженность в отношении России, сократилась по сравнению с прошлогодним опросом, проведенным вскоре после российского вторжения в Украину. Тогда, в марте 2022 года, 64% опрошенных заявили о серьезной обеспокоенности по поводу России. Сейчас этот показатель составил 53%. Шесть вагонов, в том числе два с пропаном, сошли с рельсов в округе Монати, штат Флорида. По данным офиса шерифа округа Монати, непосредственной опасности или утечек нет, и никто не пострадал. Пять вагонов перевернулись на бок, четыре везли гипсокартон, а один был цистерной с пропаном, который сошел с рельсов, но не перевернулся. Сжиженный нефтяной газ ни из одной из цистерн не вытек. Пожарно-спасательная служба Монати сообщила, что спасатели и пожарные бригады работают над тем, чтобы перевернуть вагоны в вертикальное положение. Крушение произошло на фоне того, что в Огайо продолжают бороться с очисткой после того, как ранее в феврале сошел с рельсов поезд, перевозивший опасные материалы. Это вызывает постоянные опасения и беспокойство у жителей, а также повышенное внимание к железнодорожным протоколам и требования о реформе. Спасательная операция во Флориде займет несколько дней, а представитель Семеноли Галф Рейл Роуд заявил, что восстановительные работы будут завершены к 6 марта. В одном из перевернутых вагонов было 30 тысяч галлонов жидкого пропана. Поскольку цистерна не повреждена, экипажи не будут пытаться выгрузить пропан, а вместо этого поднимут вагон с содержимым внутри цистерны. В Неваде в результате крушения санитарного самолета, перевозившего пациента, погибли 5 человек. Все находившиеся на борту погибли. Жертвами стали пилот самолета, парамедик, медсестра, а также пациент и его родственник. Воздушное судно, потерпевшее крушение, являлось одномоторным турбовинтовым самолетом PC-12. Офис шерифа округа Лайон начал расследование с целью выяснить причины трагедии. Двое злоумышленников напали на 79-летнюю женщину во время ограбления ювелирного магазина в Квинсе. На записи с камер видеонаблюдения запечатлено, что один из преступников был одет в рабочую куртку компании Amazon. Он оставил пакет с посылкой у дверей на входе в магазин. Мужчина сделал вид, что ушел, хотя на самом деле спрятался. 79-летняя жертва, которая является владелицей ювелирного магазина, обратила внимание на посылку. Когда она закрыла дверь, в помещение ворвались двое неизвестных. Женщина пыталась дать отпор преступникам, однако те избили ее ногами и пистолетом. Дочь пострадавшей, Ева Чен, рассказала, что воры пытались получить от ее мамы код от сейфа, однако та его не знала. Мужчины украли драгоценности на сумму более 1 миллиона долларов. Затем злоумышленники присоединились к двум сообщникам, которые дежурили на улице и скрылись на темном автомобиле Mercedes. Пожилая женщина получила множественные ушибы и гематомы. Брокерская компания по недвижимости Redfin сообщила, что общая стоимость недвижимости в Соединенных Штатах во второй половине 2022 года снизилась почти на 2,5 триллиона долларов. Такое падение стало рекордным с 2008 года. Несмотря на это, в декабре 2022 года общая стоимость домов в Соединенных Штатах все еще была на 6,5% выше, чем годом ранее. Резкий рост цен и спрос на покупку недвижимости в стране произошел в начале пандемии в 2020 году, когда американцы, перешедшие на удаленную работу, стали переезжать в Штаты подешевле и покупать дома побольше. Покупатели жилья в стране сталкиваются с рекордно высокими ценами. В дополнение к этому ставка по ипотечным кредитам за последний год удвоилась. В условиях меньшей конкуренции на рынке средняя цена домов, выставленных на продажу, в январе составила около 400 тысяч долларов. Это ниже пикового значения в 433 тысячи долларов в мае 2022 года. Самое резкое падение цен на недвижимость зафиксировано в Сан-Франциско и Нью-Йорке, а вот стоимость жилья в солнечном штате Флорида продолжает расти. Продолжим выпуск через несколько минут сразу после рекламы на RTN.